В Новозовске депутат Народного Совета Екатерина Губарева провела рабочую встречу с гражданами города. Целью встречи было стремление и готовность понять проблемы и заботы простых людей и желание им помочь. На встрече Екатериной Юрьевне местные жители задали самые животрепещущие вопросы, в частности об общественном контроле за ценами. Так вот сделайте этот документ, чтобы все-таки общественный контроль был, потому как никто тут больше ничего делать не будет. Хорошо, но с нашей стороны так правильно стремится. Да, вот вы подумайте, что вообще нас надо поднять. Вот мы раньше как делали? Был общественный контроль. Советователь Терран организовал 3 человека. Они практически каждый день проходили и сравнили цену оптовой закупки и поскольку они продают. Там должно быть больше 15%. На базе лечеек, первичных лечеек у нас создается такой общественный контроль, который мониторит не только эту проблему, проблему цен, но еще и другие проблемы. Например, обеспечение рублема, обеспечение медикаменты. Например, заявка в ЦУК пришла на медикаменты, ваш глава района получил. Но как здесь распределяется по больнице, кому выдается это, кому не выдается вопрос ему. Мы, к сожалению, находясь от вас там, 200-300 километров, не всегда можем это проследить. Поэтому мы предлагаем активным гражданам вступать в движение общественное, создавать первичную лечейку, которая будет это все контролировать, выкладывать это на бумагу через общественный прием, но мы будем поднимать тогда уже эти вопросы выше. Я не знаю, какое животчество, лекарь, 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 лекарь. А что вы мне получите удостоверение? Ну я не знаю, какое там будет, как я буду работать. Хорошо, по поводу курса. Ну, во-первых, вот этот курс жесткий, который был установлен один на два, он контролировался. У нас же очень жестко наказывали, если кто-то курс менял. Кроме этого, жителей Новозовска, пришедших на встречу, волновал вопрос задолженности Украины перед пенсионерами. Украина, она же не является владельцем этих денег, да, то есть вы платили им туда пенсионный фонд, но по факту пенсионный фонд нам сюда передан не был. И вот эти пенсии, которые сейчас выплачиваются, это было потрачено очень много усилий, трудов для того, чтобы наладить пенсионную систему, для того, чтобы вам начать выплачивать эти пенсии. Взыскать их, прежде всего, взыскать их средства внутри республики. Да, я считаю, что мы достаточно... Это большой объект. Мы успешно с этим справились. Но так помните, я бы хотел сказать, что все-таки по тем деньгам, которые платились туда, в пенсионный фонд, мы делаем тоже эту работу. Мы подали 3,5 тысячи искам в украинские юридические инстанции, они не реагируют на них. Но ответ является для нас возможностью передать все эти иски выше, то есть в ЕСКЧ, в Европейский суд по правам человека. На данный момент мы также ведем переговоры и с ОБСЕ, и с ООН, которые должны... Есть миссия, которая по правам человека, она должна это контролировать. Мы просим их вывести еще иски на ту территорию, контролировать, как идут там исковые разбирательства в судах. Но на данный момент пока помощь, конечно, минимальная в этом направлении. Но мы в этом направлении активно очень работаем. Для того, чтобы взыскать все эти деньги, должность которой Украина должна взыскать, и для того, чтобы они были дополнительные вытачивания. После рабочей встречи с горожанами Екатерина Губарева ответила на вопросы журналистов. Пришли граждане, задавали очень много вопросов на болевших. Здесь и цены, которые сейчас есть, и вымывание, так называемое, гривны из оборота, и цены на продукты, и сейчас обеспечение углем, обеспечение гуманитарной помощью. Дополнительно также мы понимаем о том, что нужен и общественный контроль над всеми этими вопросами. Мы предложили вступать в общественные организации «Свободный Донбасс» и Донецкая Республика, создавать здесь первичные организации, которые могли бы контролировать здесь все вопросы, которые сейчас волнуют граждан, и оперативно доносить нам эту информацию в общественные приемные. Также мы оставляем здесь постоянно своих телефонные, контактные, и работает общественная приемная постоянно. Все вопросы для того, чтобы все было под контролем, и мы могли оперативно реагировать на все проблемы, которые есть у граждан именно в этом регионе. Скажите, самые насущные вопросы у людей какие? Это цены на продукты. В прошлые свои приемы я также была здесь. Граждане поднимали этот вопрос, он выносился в Народный совет. Мы поднимали этот вопрос, он доходил и до главы, и до министра экономического развития. Был создан список продуктов, которые первой необходимости. Вот так вы знаете, есть такая программа по хлебу, социальный хлеб. Жители здесь поднимали этот вопрос, потому что здесь есть и пшеница, и мельница, и все. Хлеб был дорогой. То сейчас все отметили о том, что да, социальный хлеб появился, он доступен, он есть в нужном количестве. Такая же работа ведется и по остальным продуктам. И мы просим здесь контролировать цены на эти продукты. Вот был вопрос задан по газу, сейчас министр включился в эту работу, и у нас будет плановая проверка, скажем, того предприятия, которое торгует здесь газом по завышенной цене. Продолжение следует...